хотелось поделиться с нашими зрителями такой вот истории один из раввинов нашего сайта прислал мне видео снято сайтом эшком и может быть у нас получится его перевести потом вместе с видео но пока чтобы люди не ждали история очень сильно и поэтому хочется поделиться с прямо сейчас не откладываю это в долгий ящик и так такая история в штатах в майами флорида у какой-то пары родился сын пара не могли никак выбрать для мальчика имя и мама решила позвонить своему отцу и спросить вот мы с мужем сомневаемся как назвать ребенка не мог бы ли ты нам помочь на что отец сказал ей знаешь дорогая дочь назвать ребенка именем это такой вид пророчества который мини пророчество который дает всевышний непосредственно родителям поэтому я не очень хочу вмешиваться ты должна почувствовать как нужно назвать твоего сына и эта женщина как бы продолжал с ним разговаривать но он сказал знаешь если тебе совсем никакие мысли не приходят в голову то тогда тебе скажу что у тебя был дедушка которого звали давид хай и он был совершенно неординарной личности очень хорошим человеком добрым делал много хорошего в жизни изучал тору соблюдал заповеди в общем был совершенно неординарной личностью поэтому если ты не знаешь как назвать ребенка назови в честь своего деда на этом они поговорили и то что он не сказал что в день брита в день обрезания так посмотрите на с мужем на ребенка и назовете как как вот почувствуете рассказывают как будут в этом видео они продолжают рассказывать что в день брита они посмотрели на ребенка и решили что они вот почувствовали где не знаю не знаю как почувствовали что они назовут этого ребенка натанель яков натанель яков хорошо все сделали обрезание и вдруг после обрезания они говорят что кто-то указал им следующую как бы так Только следующий факт, что именно на этой неделе, в шаббат перед этим Бритом произошла такая трагическая история. Семья ехала из Креаторба, по-моему, на шаббат перед свадьбой дочери. За рулём был сын, которого звали Натанель. И отец рядом сидел, которого звали Яков. И этот микроавтобус этой семьи, машину микроавтобуса, атаковали террористы в районе дороги Хеврона. И погиб вот этот сын, которого звали Натанель, и этот папа, которого звали Яков. И получилось так, что когда они назвали совершенно чудесным образом сына Натанель Яков, кто-то им связал их с вот этой вдовой, потерявшей сына и мужа. И они как бы общались и читали про этих людей. И, в общем, у них появилась какая-то связь. И они поняли, что как же так, до какой степени Всевышний связал, что нужно было увековечить память двух этих очень хороших людей. И сын был очень неординарной личностью, который помогал всё время другим людям. И отец был очень большой, и мудрец старый, и такой тоже очень хороший человек. И что Всевышнему было нужно, чтобы эти имена, так сказать, как бы эти увековечились, вернулись в еврейский народ. Но вторая часть истории была, так сказать, как бы ещё более чудесной, скажем так. Через какое-то время, поскольку у них уже была связь этой вдовой, они читали что-то про этот террористический акт и про людей, которые там погибли. И оказалось, да, что в одно утро, так сказать, отец этого родившегося ребёнка пришёл домой, видел, что его жена совершенно, так сказать, как бы растрогана. Чем-то он спросил его, в чём что случилось. Говорит, знаешь, я читал статью, и оказалось, что второе имя Натанеля, погибшего в этом терракте, было Хай, а второе имя отца Якова было Довид. То есть получилось, как бы, что мы таки назвали, как мой отец и говорил тогда, Довид Хай. Так вот, авторы этого видео, они как бы обращают внимание, говорят, получается так, что Всевышний, у него, так сказать, много деталей, так сказать, которые все показывают, до какой степени мы единый народ. Разный, да? Семья, которая живёт во Флориде, получает пророчество, что ребёнок, как бы, такое мини-пророчество, как назвать, ребёнка, его зовут Натанель Яков, этого ребёнка, посредственно этим погибшим людям, которые жили где-то в земле Израиля, в районе Хеврона. А это связано с дедом этой девушки, как бы матери этого ребёнка, да, которого звали Довид Хай. И это тоже вторые имена этих людей. То есть, как бы, ты видишь, до какой степени весь наш народ – это единый организм. Вот, как бы. Я хочу, так сказать, как бы ещё определённый аспект вычленив здесь. Мы видим, до какой степени всё, все даже самые малые детали, которые с нами происходят, это Ашгаха протит. Всевышний не оставляет ни одну, даже самую малую деталь без своего наблюдения, без своего управления, без своего вмешательства, без того, что он каким-то образом руководит всем этим процессом. Самые маленькие детали подчиняются ему. То есть, как бы, мы никогда не должны забывать, что мы знаем, что Всевышний, несмотря на то, что он огромный, невозможно его, да, огромный неправильно сказал, да, он бесконечный, да, вне времени, вне пространства. Он находится в каждой малой детали, которая происходит в этом мире. Он в неё вмешивается, и он её видит, и он её замечает, и он её знает, и он её контролирует. Кроме нашей свободы выбора, но это понятно. И это мы не должны забывать. Например, я приведу вам пример, который, так сказать, Баруха Шем совершенно нетрагичный. Совершенно нетрагичный, но произошёл со мной в ближайший, в последний шаббат. Я со своим сыном изучал трактат «Звахим». И там обсуждается какая-то тема, связанная с запретом приносить жертвоприношение вне храма. Я первый раз, так сказать, занимался этой темой, первый раз учил этот трактат «Звахим», который, 14-й главу трактата «Звахим», который это обсуждает. Мы сейчас изучаем трактат Мигела на Толдоте. Когда я готовился к трактату Мигела, я обычно готовлюсь на молитвах, так сказать, когда я жду после того, как молитва заканчивается, жду повторения кантором, открываю трактат Мигела и готовлюсь к этому уроку, потому что, в принципе, в течение дня у меня не очень много времени есть, так я просматриваю. И я понял, что раз мы начали трактат Мигела, мне нужно пробежаться по мишне этого трактата, ну, чтобы знать, как бы, общую картину. Я открываю. И я бы не понял, о чем говорит эта мишна в конце этого трактата, как я открываю. Я стоял, молился. За мной стоял, молился человек, я не мог подвинуться, поскольку нельзя идти на шаг назад, когда человек за тобой молится. И у меня на столе, так сказать, на котором лежала единственная книга, не я ее положил, она осталась. И мне нужна была мишна трактат Мигела. Я беру вот так вот эту книгу, смотрю, о, это, так сказать, книга называется не трактат Мигела, а муэд, все трактаты, которые связаны с еврейским календарем. И, соответственно, трактат Мигела, который говорит о Пуриме. Я смог открыть и понял эту мишну, потому что я в субботу вечером, это было в субботу после шаббата, а в субботу вечером я учился с сыном трактат Зваким, в котором обсуждали вот эти вот законы, связанные с жертвоприношениями вне храма. И так получается, что как бы любая деталь, которая с нами происходит, даже вот такая маленькая, книга осталась на столе, я учил с сыном тему связанную, это помогло мне понять. Здесь на уроке мы много раз замечали, что мы изучаем какой-то отрывочек из Геморы, а он связан с недельной главой. Это какие-то обсуждают, какие-то моменты или объясняют какие-то моменты, связанные с недельной главой, с современным календарем, с какими-то событиями, которые происходят. То есть через Тору ты видишь, Всевышний как бы раскрывается, открывается нам. Всевышний показывает такие маленькие следы свои. То есть кто-то захочет увидеть, большое спасибо.